почему вы хотите дом вот чем вас не устраивает квартира например квартира это очень дорого первое второе те деньги которые у меня есть их на квартиру сразу не хватит однозначно третье в квартирах есть минусы такие как соседи зависимость от джеков какие-то неудобства связанные с расположением хорошую квартиру дешево не купишь дешевая квартира какие-то проблемы или с транспортными какими-то потом опять же касательно транспорта если своя машина то в Киеве ее поставить практически нет и сейчас нет свободных мест вообще для парковки вот я уже не говорю про гараж или там какую-то мастерскую а это все можно сделать частно поэтому есть желание сделать свой дом независимый от города где можно было бы спокойно жить пространство свое свободное нужно опять же в городе покупая квартиру за даже большие деньги это как правило получится какая-то в лучшем случае двушка с какими-то очень очень скромными размерами дом в этом плане как-то лучше там где есть пространство для собственной жизни есть пространство для творчества для людей для гостей для собаки в конце концов ну я считаю что очень много интересных идей планов и она в квартире в Киеве уже как бы никак не реализует да я согласна согласна с вами я так вообще-то недавно смотрела чтобы аренду дома и я так посмотрела там допустим на нивках есть дома возле даже в центре в голосеевском районе там такой есть небольшой частный сектор там сдают и я так посмотрела там что-то сдают там по 8 по 12 тысяч я так посмотрела в городе такая цена думаю как я смогу сдать вот свой дом и это так далеко и я вот слушаю вас и вот вспоминаю свои желания когда я просто бросала этот киев бросала эту четырехкомнатную квартиру и я была вдохновлена вот анастасиевцами и вот этим вот гектаром земли и что вот этот простор и экология и в общем на природе какая-то такая вот отстраненность а я понимаю эту романтику да я читал когда-то слышал про анастасийские движения эти моя бывшая жена когда-то этим увлекалась даже тоже меня поддергивала куда-то поехать куда-то в гектар завести там на этом гектаре родовое поместье начать строить да да скептически все воспринимал с одной стороны потому что понимал если мы ездим на дачу раз в полгода как часто мы сможем ездить далеко куда-то как мы там будем работать и все остальное поставить пресс на своей жизни которая в городе я не могу потому что это связано с работой с ответственностью за детей вот жить далеко где-то на природе но она полностью перечеркивает эти все возможности конечно да поэтому оптимальный вариант как можно ближе чтобы не бросать городскую жизнь и бросать работу нужно как можно ближе к дому квартире киевской до строить этому вот эта возможность есть я уже не говорю о ценах цены на землю есть уже есть участок как бы зеленый свет строить разумно да 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 это точно это верно это здорово да поэтому я считаю что здесь я ничего не теряю только плюсы одни есть касательно аренды тоже была такая мысль но аренда это отданные кому-то деньги деньги немалые поэтому лучше эти деньги вкладывать в собственное строительство в собственный фундамент стены чтобы потом этим пользовался если не я то дети продадут в конце концов ценой деньги не пропадут на ветер вот мысл есть строить я знаю это огромное количество проблем это не дешево ни разу проблемы с домом даже я представляю что я представляю только процентов на 70 80 что еще процентов 30 20 неизвестных которые даже представьте они будут эти проблемы вот непредвиденные поэтому я понимаю что такой сложный тяжелый ход с другой стороны я понимаю что каждый человек должен вырастить дерево сына и я например считаю что вы можете легко все сделать и да и мало того что вообще это задача это просто обычная задача довольно таки тривиальная практичная и так далее у нас таки есть один бизнесмен он строит готовые дома продает что-то там я не знаю он когда-то там поговорили за 10 за 15 тысяч долларов продавал дом с землей а сейчас вот у него тоже смотрю уже один дом почти так готов вот на продажу ну так смотрю он такой нашел при том что интересно он у меня заканчивал дом конечно как говорится с меня его богатство можно сказать началось ну почти что и у меня был строительный журнал он меня его попросил я его подарила я понимаю что он с этого журналистки и начал он не был ни строителем ничего но так где-то там он на подсобках был когда-то все потом начал строить а сейчас такой уже можно сказать миллионер стал молодой вот пошел во власть к бюджетным деньгам вот и взял себе и земли много и в общем много чего взял построил ну и бигборды поставил построил здесь мастерские ремонтные для машин и бигборд рядом поставил со своим портретом вот ну вот такой такой вот момент вообще конечно здорово вот хорошо конечно и какой-то ну понятно что у вас нами планы проекта я вам хочу сказать что я искала что-то я хотела готовая что-то взять вот но из того что готова мне вообще ничего не нравилось и я уже думала что может быть что-то какое-то старое взять чтобы в нем жить и что-то строить вот но когда я вот это взяла мне сказали что я здесь находиться в доме не смогу потому что в доме будут идти все время работа я говорю ну ничего это где-то отдельно буду аврета у тебя все в пыли будет все ты не сможешь находиться я даже этого понять не могла что-то я не могу какая пыль думаю откуда ей взяться этой пыли но вот этот же человек кстати дима его зовут он достраив но он тоже не достроя день это самое сделал и я у него спросила чтобы там пожить временно ну собственно пока он здесь доделывал я жила в том недострое там тоже стены были не что-то кое-что там штукатурка просто серая была где-то где-то не оштукатурена и воды не было я еще ходила ведра это самое таскала воду из колодца для всего ну вообще машину даже не купила еще ездила к себе на фирму еще и на маршрутке в общем но я была счастлива честно говоря я была одна я уже была после развода я была счастлива вот и как-то вот на вот этой вот идеи своей вот этой мечты вот она вот она в человеке как будто бы вот какой-то любовь внутри создает уверенность себе вот эту радость в себе и вот этот вот росток что вот он растет этот вот росток вот самореализации вот и вот я вот тоже у вас вижу что у вас вот радость в глазах во первых самоуважение самореализация что вы вот это заработали что у вас есть такая великая идея что вы грамотный человек целеустремленный который да и имеется на день семьянин хороший семьянин отец хороший и у вас есть идея построить дом и дом действительно дальше даже вы для дальнейшей самореализации для отдыха и для здоровья и опять же вы думаете о детях вот это все очень положительные такие качества и вот они как бы у вас фундаменте вашем на котором вы стоите и реализуетесь и растете и вот вот этот вот фундамент он мне внутри вашей души он будет привлекать соответственных людей в ваше окружение это люди которые действительно созидающие которые целеустремленные которые мечтают о чем-то реальном которые имеют уже опыт может быть и положительный отрицательный естественно опыт и которые сделали уже выводы в своей жизни из этого опыта и стремятся учитывать этот опыт свой в построении своего дальнейшего вот конечно же вот на таком фундаменте привлекая таких людей в свое окружение вы составляете такую команду вокруг себя поддерживающих людей вас и морально и материально и ментально там какими-то советами какой-то информацией нужной и вот это все она вас укрепляет и дает вам возможность и уверенность вот все все реализовать то что вы задумали вот так вот я считаю спасибо да спасибо думаю что так оно и должно быть действительно действительно есть поддержка со стороны близких мне людей мамы сестры не полностью поддерживают эту идею также поддержка там среди знакомых подружек скажем так новых поэтому поддержка со всех сторон есть это здорово да конечно конечно надеюсь что так оно и будет что так все случится несмотря на все различные нюансы но без них не бывает же жизнь такая штука непростая всегда есть какие-то нюансы это кажется что может быть лучше так как еще не время надо брать и делать да конечно не останавливаться двигаться двигаться вот к осуществлению того что задумали конечно но в принципе вы могли бы и чаю какой-то попить сейчас но я так вот смотрю что может быть для первого раза мы с вами как бы пообщались вот и может быть ну может быть у вас есть какие-то вопросы да я пожалуй наверное буду думать пока вопросы 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 постройки будет огромное количество на данный момент я сейчас общаюсь с архитектором профессиональным заказал у него проект для того чтобы можно было дом полностью официально строить там правильно я честно не не считаю себя специалистом в этой области и предполагаю что моих знаний хватит на огромное количество ошибок чтобы их избежать заранее хотя бы на стадии фундамента и обязательно должен консультироваться с профессионалами вот пусть это и будет немножко дороже чем если бы я полностью все там делал но на этой стадии избежать ошибок важнее чем потом их устранять это разумно это очень разумно плюс законность этого всего чтобы это все оформлялось правильно через документы нужны до класс этим проблем потом вот поэтому я решил через архитектора эти ну и еще один такой момент когда сам начинаешь что-то строить теряешься в миллионах вариантов можно так можно это а то строитель или не стоит одним словом когда человек уже как конкретно говорит вот лучше так так и так начинаешь присматриваться действительно лучше так так и так ну вот тут чуть-чуть подвинуть тут чуть-чуть делать и отлично все двойное мнение плюс профессиональный человек решает проблему вот этого выбора который бесконечный да да кстати я могу вам ссылочку дать вот это вот фетисов дениса я считаю что он супер оптимально делает свои постройки я посмотрела на электроэнергию все таки делает отопление я тоже планирую электроэнергию дрова два источника понятно что то газ уже никто не хочет я думаю что с газом будут проблемы а если не будет каким-то чудом вдруг решаться эти проблемы с газом так провести придется тогда ничего страшного вместо электроколонки газовую повешу или еще одну дополнительную если будет опять же возможность она же как бы не особо повлияет на конструкцию дома я думаю да конечно конечно это точно это чтобы канализацию перенести из одного угла другое да да конечно конечно это верно а вообще-то у вас мама я так понимаю вас мама такой вот человек который может по планировке вам очень хорошо посодействовать ну вообще-то по планировке даже я могу сказать свое мнение потому что я такой человек вообще практичный практичный я так считаю конечно с ней советуюсь показываю все потому что я могу привыкнуть к любому там креслу раскладному квадратным двум метрам чтобы жить там долго и нудно а в основном эти удобства делаются для кого-то то есть поэтому кухню проектирую в первую очередь для нее вход тамбуры проходные все моменты это тоже должно быть удобно лестница чтобы все это было для нее в первую очередь удобно вот ну и сырой тоже советуюсь поскольку это все как бы взгляд с радостью вчера например обсуждали вопрос мансардного этажа маме и упор в упор не ход я архитектору предложил говорю давайте вместо мансардного он предложил изначально мансардный давайте вместо мансардного сделаем полноценный через пару каких-то доводов аргументов он сказал что это даже лучше так что в итоге мама на Ирона мнение что это давящий горячий этаж мансардный привело к тому что перешли уже нормальный вариант с нормальным полноценным вот архитектор как бы подтвердил даже чуть дешевле будет нужно утеплять звукоизолировать крышу что это тоже гораздо дороже будет стоить чем просто пеноблок стеновой который подымает крышу вверх в общем вот таким образом потихонечку решилась ой да я смотрю чтобы так все разумно делается и привлекает специалистов но вы очень супер супер открытый человека и у вас да все получится это сто процентов а в том плане что в основном люди вот я встречаю в основном людей вот с барьерами и вот каким-то вот своим эго что вот сделать так как я хочу и ни с кем не посоветоваться очень много таких людей что я вот сам знаю я вот смотрю люди построили дома а я вот говорю мужу говорю на выброшенные стройматериалы но некрасиво но не профессионально но вот есть вот красивые постройки и действительно украшающие радующие глаз я вот например смотрела что вот этот у меня дом очень интересная крыша в нашем доме такой как папа мой говорил гуцульская шапка вот и вот это особо так понравилась и я люблю да я люблю что-то такое художественное потому что мне нравится в китае крыши улыбаются а у нас вот так вот все вниз вот мрачные а у них все вверх я все время думаю как вот у них крышу улыбаются и главное ливне стоки у них как-то так все сделано а вот сделать вот такую улыбающуюся крышу насколько это дороже а ведь и а насколько идешь и улыбаешься и вот в такой вот дом и хочется смотреть на него и всегда радостно вот очень важный вот этот вот момент необычный очень важно ну как говорится на вкус и цвет каждый под себя строит действительно дом для кого-то внешний вид для кого-то практичность для кого-то какие-то квадратные метры для кого-то менее квадратных метров я считаю что нужно не то что золотое в середину искать в первую очередь оптимальных каких-то параметрах это должно быть выгодно экономично более-менее и не оттуда конечно внешний вид очень важен я вам скажу вот денис фетисов я его посмотрела конструкции они похожи в какой-то степени на финские мы были в финляндии жили вот но вот сейчас я не воспринимаю такое очень все квадратное очень все такое ну в темный ну просто светлые темные тона конце просто ну такой контраст и я вот смотрю что она для меня ну не красиво но для меня как гараж вот но не нравится мне такой стиль и я понимаю что вот это в нем заложено потому что он скорее всего делал по своему какому-то умозаключению правда он говорил говорит у меня жена он кстати многое с ней фотографируется он говорит моей жене все не так говорит ну как бы ты не сделал но ей все не так говорит это кстати очень хорошо говорит я тогда выхожу на новый уровень говорит а вы тоже говорит не соглашайтесь нам слушателям говорите нет 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 и придете на новый уровень вы поймете вы придете на что-то такое необычное не соглашаетесь не спешите соглашаться но вот такие такой взгляд а я так посмотрела там двое детей и она такая стройненькая и он такой стройный и он начинал из слесаря вот он на его родной отец он его и не считал отцом и у него какой-то приемный отец фактически отец ее жены и он женился в 18 лет вот и вот ну говорит вот отец ей его жены стал ему отцом настоящий он был молодой он полностью брал всего я врету не было пятеро детей и он еще помогал очень многим детям другим помогал вот ему в том числе говорит растил вот таких вот как я ну интересно что он сам сейчас вот детей из приюта он там им что-то построил он дает им профессию дает им дипломы строительные вот и люди имеют профессию имеют жилье и идут в жизнь то есть он как бы вот прошел опыт такой и дает людям такой вот момент это я говорю хорошо что я прошла развод и я стала изучать вообще вот что происходит и какие есть варианты и и вот для того чтобы я могла поделиться тем что я вот накопила какой-то багаж знаний и я могу сказать что вот есть у нас перечень того что мы исследовали что может влиять положительное что может влиять отрицательно фактически технология фактически строительство фактически инженерии просто инженерии вот сейчас я конкретного ничего ничего не буду касаться вот для первого первого разговора а потом я просто думаю возьму книгу потому что я ее уже во многом забыла уже с росиславом или же уже многое забыли с книги и будем просто там найду главы и будем я может быть вам по пересылаю некоторые главы может быть также будем читать и обсуждать вот что там написано и вот как вот это вообще происходит что что происходит вот о чем речь что можно учесть да вот как говорится вот этот фундамент и чтобы его правильно заложить ну собственно говоря он заложен но посмотреть может быть это там подпорку какую-то надо сделать и вот но я смотрю что у вас фундамент отличный вот и будем продолжать в том же духе спасибо вам спасибо большое да спасибо вам за открытость вашу за то что вы со мной пообщались мне очень очень приятно что вы такой умный человек нашли какой-то интерес в том чтобы со мной пообщаться я я не считаю что я слишком умный человек я там тоже нет абсолютно к сожалению мне еще очень-очень много учиться надо вот это вот и говорит о том что вы мудрый человек потому что именно мудрый человек считает что его надо учиться все остальные все остальные все знают да все остальные все знают ну я думаю что мы уже наверное будем заканчивать я думаю что вам нужно это сказать поужинать и все такое прочее домой добраться надо еще и домой добраться до счастливого до новых встреч спасибо большое всего доброго и вам спасибо успехов до свидания